Традиционную неделю мужества проводят сотрудники главного управления МВД России по Воронежской области в преддверии 23 февраля. Повод для встречи в Латницкой средней школе особый. Ученику 9 класса Жене Тарасову вручили книгу памяти «Долг, честь, отвага». С просьбой передать ее обратились коллеги из Пермского края. Книга о сотрудниках полиции, МЧС, ФСИН, ФСБ и прокуратуры края, которые отдали свои жизни при исполнении служебного долга. Среди героев и отец девятиклассника, кавалер Ордена Мужества Эдуард Тарасов. В свои 26 лет в составе сводного отряда ОМОН в бою под селом Джаней-Ведино Чеченской республики Эдуард был тяжело ранен и взят в плен боевиками, где и скончался. 26 июля 2000 года указом президента Российской Федерации Эдуард Тарасов был награжден Орденом Мужества посмертно. Сам Женя вместе с мамой совсем недавно переехал из Пермского края в Воронежскую область. Ему был всего год, когда погиб отец. Я просто не знал об этом, что о нем почти ничего. Такие вещи рассказывают, что просто не верилось. Конечно, я очень сильно горжусь своим отцом. И вот, что я должен пойти по его стопам. Я, конечно, продолжу все это дело. На мероприятии присутствовала вся девятая параллель школы. С юношами и девушками пообщались ветераны ОМОНа и показали фильм о службе в отряде особого назначения. Евгению Тарасову также вручили наградные наручные часы с символикой СОБР и памятные сувениры от ветеранов спецподразделения. Это было такое своеобразное посвящение, на мой взгляд. Это посвящение вот этого молодого, юного мальчишки, но, может быть, в ряды нашего милицейского спецназа. И посвящение в том смысле, что так в жизни сложилось у его отца, в его семье, что отец в свое время, защищая интересы нашего государства на Северном Кавказе, ну, просто оставил там свою жизнь. Вот шло время, они жили как бы в другой части там нашей страны, да, и с течением обстоятельств некоторое время назад они переехали к нам сюда, на Воронежскую землю. Естественно, мы про это узнали, и было принято решение, было принято решение, ну, вот, ну, просто его семью, вот, взять под опеку, под крыло, притянуть к себе и, держа руку на пульсе, заниматься, заниматься, вот, этими людьми, поддерживать, оказывать помощь, ну, и приобщать, может быть, а он мальчишка, в любом случае, достаточно взрослый, девятый класс, вот, на перспективу, на перспективу, может быть, ему это будет интересно вообще по жизни, и, может быть, пройдет время, и он будет последователем, последователем всего того, что не сумел сделать его отец. Субтитры создавал DimaTorzok